друзья всем привет меня зовут максим вы как всегда на канале moto максимус и сегодня у нас невероятный обзор обзор китайского мотоцикла cf moto mt 700 сейчас прям все про друзья мои и предвидя вопросы типа откуда как и почему этот мотоцикл у меня появился давайте вначале перед обзором перед тем как расскажу вам про него расскажу вообще откуда он и зачем ну придя работать в компанию кавказ discovery вы знаете я начал заниматься экспедициями в основном на баги квадроциклах но я не забывал что мотоциклы и путешествие на мотоциклах это лучшее что может быть наверно в мире и потихоньку потихоньку я внедрил в компанию свою скажем так веру и в этом году в мае двадцать четвертого года компания кавказ discovery во главе с вашим покорным слугой провела первую экспедицию на мотоциклах провели мы ее в дагестане было классно но об этом будет прям отдельный ролик я думаю он этого достоин а мотоцикл этот собственно откуда взялся наши партнеры компания tv armor предоставили нам его на тест-драйв ну как бы когда стал вопрос а на чем же мы поедем в дагестан я сразу сказал почему бы мне не поехать на своем мотоцикле но было принято руководством компании решение что все-таки это должна быть наша техника или техника вот как в этом случае наших партнеров компания tv armor повторюсь мы попросили у них какой-нибудь мотоцикл чтобы прокатиться по дагестану они сказали ребята вал у нас есть классная новиночка есть мт 700 он вообще как бы дорожник но способен на многое вот мы вам его дадим и вы на нем проходить по дагестану покажите его людям попробуйте потестируйте его сами ну и вот вот так вот все это произошло и я получил новенький мотоцикл мт 700 прямо из коробочки его распаковали в москве собрали привезли мне сюда в кисловодск я на него сел своим ходом отсюда уехал на нем в дагестан там мы покатались с ребятами провели экспедицию по дагестану и потом на нем своим ходом я вернулся сюда обратно в общем ни много ни мало практически 2000 километров я накрутил на спидометре этого мт 700 и поверьте мне есть что о нем рассказать но давайте наверное все по порядку так получаем красавица мт 700 прямиком из москвы с компания тв армор приехал привезли наши друзья mototransfer.ru все аккуратненько красиво красота это сервис мт 700 встречаем мои друзья которые буквально вчера буквально вчера заехал в этот двор и давайте давайте вот коротенько про него потому что если честно есть один нюанс завтра в 5 утра мне уже на этом мотоцикле нужно переехать в дагестан ничего не успеваю сделать кроме того как походить вокруг него а присмотреться к нему что-то для себя увидеть и понять что я буду этот мотоцикл вам снимать в течение месяца буду снимать с колес буду снимать вот так вот ходя вокруг него показывая и рассказываем все что о нем думаю и я надеюсь за месяц все про него понять и и знаете как тут наверное два больших вопроса первый это по поводу того что это за мотоцикл и вообще для кого нужен и какие он мне подарит ощущения и второй вопрос китайский мотопром это первый китайский мотопром который я буду тестировать полноценно долго и в разных условиях до этого покупала себе watch 300 ралли покатался на нем два или три раза и продал соответственно ну там не о чем говорить а вот это вот этот мотоцикл будет подо мной целый месяц и он будет именно как рабочая лошадка я проеду на нем не одну тысячу километров и смогу смело вам о нем что-то рассказывать а пока что пока что что могу сказать давайте бегло мотоцикл белый клёвый мне очень нравится его цвет мотоцикл пришел ко мне с кофрами буду использовать нет не знаю ну до дагестана точно доеду с ними а там дальше посмотрим ну и сразу до забегая вперед это мотоцикл все его узнали кто любит мото мир это старый добрый кавасаки версус 650 ну собственно за основу был взят тот мотоцикл китайцы его переработали из 650 мото стал 700 в общем ну понятно дело пластик китайцы уже придумали сами но придумали неплохо да есть много чего интересного я уже на первый взгляд там и защита рук и дополнительные вот эти дефлекторы и стекло которое ездит вверх-вниз мотоцикл 700 кубиков мотоцикл cbs мотоцикл на цепной передачи и мотоцикл совершенно друзья мои совершенно новый пойдемте вам покажу этот момент если честно я когда он сейчас сяду на него когда он ко мне приехал и я понял что у него на спидометре ноль километров знаете что первое было там не классный нет ни там не рассмотреть не поехать не попробовать я поймал себя на мысли о том что вот так вот новый мотоцикл в мои руки вот на распаковку скажем так распаковать ставить ключ завести поехать попадал ко мне в руки 12 лет назад это было ямаха супер тенери и я помню эти незабываемые ощущения когда ты покупаешь себе новый мотоцикл я так делал свою жизнь три раза у меня был suzuki gsr 600 новый у меня была ямаха фазер литровая новая и у меня ямаха супер тенери была новая в 2011 году куплено до сих пор на ней езжу и вот эти вот незабываемые эмоции я их так знаете хотя это и не мой мотоцикл в него просто дали на тест-драйв такой на продолжительный тест-драйв но я ощутил эти эмоции и скажу вам это мега круто и когда-нибудь постарайтесь подарить себе такие эмоции а пока что переходим от слов к делу ключик поворачиваем нас встречает вот такая панелька первое что мы делаем друзьям и ну всех moto понятно про панель про оснащение расскажу вам все позже первое что мы делаем смотрите вот это вот то про что я говорю вот эти вот моменты как я их люблю ну и второй момент друзья мои одометр ноль километров ноль понимаете ноль черт побери ноль километров и в первый запуск не за в салоне наверно запускали уже двигатель но тем не менее мы это делаем первый раз жужжит насос и есть друзья мои в общем честно мне нужно собираться завтра реально выезжать в пять утра в пять про выезжать в дагестан вот на этом красавчики на мт 700 друзья мои постараюсь все что пойму про этот мотоцикл все вам рассказать пошел собираться ну и до встречи следующем кадре что четыре часа утра первые сейчас начнем наматывать километры на сев мото не один я не сплю все кто-то проснулся так ну и как я вам уже говорил ранее вот прямо сейчас прямо сейчас начинается мое знакомство с этим мотоциклом ничего я про него не знаю кроме той информации которая есть от производителя в интернете ну и от всяких там китайских блогеров которые уже успели его поснимать вот ноль километров на доме черт побери круто сейчас первым делом еду на заправку и все все что от этого мотоцикла мне сейчас будет приходить скажем так обратным обратной связи да все что буду о нем чувствовать все буду рассказывать вам первое что вижу это то что здесь led оптика установлена современный мотоцикл это круто тут конечно же не та витрозащита к которой я привык не те габариты но тем не менее первые впечатления будут такие какие-то у меня да там это с улыбкой скажем так с таким каким-то игривым отношением году мотоцикл а потом когда мы поездим чуть-чуть я знаю что всегда ты свое отношение к технике чуть-чуть меняешь со временем почему потому что ты к ней привыкаешь находишь ее плюсы находишь ее минусы и начинаешь уже сливаться с мотоциклом и ехать вы начинаете как одно целое но повторюсь это в том случае если техника вам заходит бывает такое что и не заходит техника но надеюсь что это не на случай ладно еду на заправку и постепенно постепенно буду делиться с вами ощущениями от этого зверя интересного посмотреть как тут бог открывается все как на японских мотоциклах уж простите меня за это сравнение так и что льем 95 и понятное дело глушитель обгорает смотрите какая прелесть вот она сейчас сейчас пойду покажу вам все же новое что до выхлопная труба доме новый мотоцикл первые три километра проехал только что не не он прямо из коробки он правильно безопасность всем интересно знать почему дымится мотоцикл а он реально прям стоит дымится обгорает глушитель а да издалека кажется что все я приехал новый мотоцикл обгорает вот она испарина ну все же все же все только-только первые там пару километров проехал ой как это классно слушайте тысячи лет я такого не делал прикольно прикольно сейчас посмотрим что будет дальше пытаюсь понять что это за зверь мы давайте вот самые самые первые впечатления пока еще на одометре нету пяти километров как я на нем еду самые первые впечатления и что вообще могу я уже сейчас сказать про этот мотоцикл но помимо там того что у него есть там передачи щелкаю смотрю как работает указатель смотрите по ощущениям по ощущениям это маленький ну опять же все относительно для меня маленький мотоцикл дорожный мотоцикл и легкий в управлении юркий прекрасно рулится посадка ну вот по мне хотелось бы еще чуть чуть более ровную спину но в принципе ты сидишь ну ты не лежишь на байке все нормально вот и по ощущениям повторюсь он мне очень напомнил кавасаки ер шастен примерно так же работает двигатель там тоже если не ошибаюсь рядная двоечка на том мотоцикле 600 кубовая здесь 700 кубиков но опять же эти 700 кубиков их выжали из 650 кубового мотора это мотор кавасаки версус да и в принципе этот мотоцикл можно воспринимать как кавасаки версус только в новой уже реинкарнации и теперь он не кавасаки а теперь он cf moto ну вот и все да и не версус а mt 700 еду я друзья мы на этом мотоцикле наслаждаюсь конечно же новым мотиком получаю от него неистовое удовольствие но так как я уже сказал о том что этот мотоцикл может рассматривать для себя и новичок я об этом сказал и скажу еще на не один раз он дружелюбный понятный симпатичный смотрите какой прикольный зверек я вот еду и думаю это видео сейчас смотрит какой-нибудь новичок предположим да ну я имею ввиду человек который только-только входит в мир прекрасного в мото мир планирует путешествовать смотрит меня и думаю вау как прикольно можно пойти салон купить такой мотоцикл тебе его привезут ты такой оделся шлем нацепил силы поехал и причем сразу сел и сразу поехал в дагестан вот прям вот с нуля как я сегодня и я хочу сказать что ребята не вздумайте так никогда делать не смотрите на дядь кон он плохо себя ведет на самом деле это неправильно и ну те кто не первый день катаются это прекрасно понимают и понимают что это для меня необходимость в данной ситуации ну мне просто как бы отсутствие свободного времени наличие работы семьи и все остального и вот ну вот не было у меня возможности сесть нормально потестировать мотоцикл прикататься к нему и потом уже отправляться в какую-то дальнюю дорогу поэтому моя ситуация уникальная плюс ко всему подкреплена моим опытом там огромным мотоциклет на поэтому я себя так веду а на самом деле так делать нельзя если вы только-только садитесь на мотоцикл если вы его только купили не вздумайте сразу на нем куда-то вот прям первый день отправляться хоть чуть-чуть покатайтесь привыкните к нему и потом уже потом уже стройте планы потом уже выезжайте потом путешествуйте а вот так вот как я делать так не надо делать это нехорошо смотрите ведите себя хорошо так первая дозаправка 11 литров и залил а проехал я сто семьдесят два километра получается 11 мы делим на 1 пускай и 7 получается 6 и 4 расход хотя показывает расход 5 и 3 6 и 4 прям здоровенный расход для этого мотоцикла но я надеюсь это из-за обкатки там дальше быть видно и собственно уже у нас грозный вот он сам город мы не поедем конечно ух ты какой поток тут еще надо постараться выехать сам город мы не поедем понятное дело его слева обойдем пойдем в сторону махачкалы в общем едется едется нормально сколько я проехал давайте посмотрим 322 километра как легко как легко можно просто посмотреть на одометр с утра выехал 332 проехал существенно вот из первых впечатлений сегодняшнего дня неожиданно мне комфортно на протяжении 300 километров при условии что это маленький мотоцикл с маленькой ветрозащитой и все такое все тут маленькая я не устал обычно давно 300 километров проехал то спина уже может затекла еще что-то а тут довольно таки комфортно настолько комфортно мне наверное про камеры болтает вот настолько комфортно мне пожалуй только каких-то туренбурных мотоциклах с ровной посадкой все такое честно ожидал от него других впечатлений думал прямо вот будет тяжко на нем по трассе потому что помню что когда я тестировал ер 6 н классный мотоцикл прикольный но он все-таки вот у меня впечатление оставил как городской мотоцикл и не более того потому что ну может быть там пока в минутам покататься между городами где 30-40 километров вот но как трассовый мотоцикл ер 6 н я точно не воспринял потому что там и вибрации там и не как-то вот вообще на нем не комфортно на трассе вот на этом мотоцикле на трассе очень комфортно вот мне прямо на нем нравится вот знаете тут вот необходимый минимум скажем так есть да что же эти камеры пока они дают вот необходимый минимум есть все интуитивно понятно в меру комфортной в меру шустрый идет за 100 километров легко разгоняется как бы ну вообще очень очень он мне нравится на трассе я ожидал от него худших результатов чем прикол республик вот эти заправки какие-то космические таррека всякие мобил один только тут вы такие встретите больше нигде потому что тут в республиках заправка когда открывается тут не франшиза покупается а тут кто как захотел то что увидел фильме в каком-то так заправку и назвал прикольно ну главное чтоб топливо было нормально кстати топлива мне нужно сейчас буду какую-нибудь модель лека искать какую-нибудь заправку и там будут заправляться вот вам пожалуйста заправочка транс ойл почему бы нет пускай будет транс ойл подумал чувак которого были бабки на эту заправку самое главное чтобы был безнал потому что сейчас скорее всего первая фраза будет перевод брат перевод брат пойдем выясним по-братски можно тут оплатить карта или не мотик все еще обгорает до сих пор останавливаешься и запах такой плавленого чего-то и так вторая заправка залили мы 858 но пускай 8 литров разделить проехали 161 километр на 16 уже лучше уже 5 литров пусть потихонечку расход уменьшается это радует между прочим спустя какое-то время и 350 километров я понял что вот эти дуги которые установил салон или завод над израильский мотоцикл это добро однозначно добро ну во-первых защита а вот смотрите какая прелесть прям как на туриндурном мотоцикле есть куда многие вытащить положить и они вот колени чуть разгрузить красота красота так что вид конечно они портят мотоциклу бесспорно но зато вот в дальней дороге вот такие вот ништяки получают сушки вот пока остановился пришел такому кому заключению по поводу мотоциклов и своего опыта значит смотрите во первых лучший мотоцикл это все равно тур эндуро для путешествия это во-первых во вторых что касается кофров такие у меня когда-то тоже были сейчас я их вспоминаю лучше всего кофры квадратные или прямоугольные и с верхней загрузкой все лежит аккуратно ничего не вываливается вот в этих вот кругленьких кофрах которые здесь стоят так и норовит что-нибудь куда-нибудь удрать когда ты их открываешь вот это тоже важный момент это если вы когда-нибудь будете выбирать чемоданы выбирайте прямоугольные квадратные короче такие которые сверху загружаются чемоданы сумки и третье это что третье третье это то что светофор красного третье это я вспомнил почему я пересел на мотоцикл с карданом потому что вот это вот цепь ничего в ней плохого нету мотоцикл с ней прекрасно едет все хорошо но вот эта грязюка которая от нее летит это конечно прям беда просто я пошел назад что-то дотронулся до кофра у меня теперь вся рука в мазуте я помню меня это жутко висела когда у меня были мотоциклы с цепью прям вот подвешивала меня эта штука постоянно ты так или иначе из возюкаешься еще и в чистом в общем вот короче вот это вот три такие вещи которые пришли мне сейчас в голову на остановочке я чуть облегчился снял себя финтрейл в нем ехал с утра потому что было прохладно но утренняя такая вот прохлада у вас сейчас красота вообще еду прям кайф а пока что мы общаемся по поводу mt700 сев мото но доволен я вот еще видите как и мотоцикл новый из погоды мне очень повезло сегодня тепло светит солнце поэтому поэтому кстати прикольно тут так жишка вода тормозная болтается видно ее как только грязная станет не вариант ее не менять будет сразу полезешь менять пошли видно есть такие прикольные решения поговорим о них позже так ну пока мы на баги покатаемся пускай малыш отдохнет чуть-чуть и буквально через неделю мы с ним продолжим trip trip по дагестану с целью изучения самого лучшего маршрута для будущих птиц так ну и давайте наверно давайте наверное перейдем к самому мотоциклу я из кадра пожалуй удалюсь оставлю только свой голос ну а вам давайте буду показывать и рассказать оснащение этого малыша почему говорю малыша не потому что этот мотоцикл прям совсем таки маленький но привыкнув в последнее время путешествия на тяжелых эндурах вы знаете у меня супер тенери и мне мотоциклы нравятся такого класса очень для путешествий мне нравится там бмв гс вот вот все такое большое классный африка твин этот мотоцикл для меня скажем так ну называл я его малыш мой малыш но но у этого малыша однозначно есть потенциал давайте-ка мы с вами пройдем по вообще оснащению этого мотоцикла посмотрим что у него есть а потом или дано не потом а сразу в процессе я вам буду рассказывать вообще все свои мысли о нем и а конкретно каждом взятом элементе этого мотоцикла и так давайте начнем с того что мт 700 до cf moto мт 700 это по сути кавасаки версус если вы его еще не узнали в нем то покажу вам его вот так видите да глушитель амортизатор это реально кавасаки версус за основу взята именно эта модель уж не знаю там как продали ее кавасаки cf moto или они просто у них стебрили вот этого я не знаю но не суть версус 650 был доработан мотор из 650 превратился в 700 поменялись характеристики во многие поменялась подвеска поменялось много чего понятные концепции и руль стал выше и посадка чуть другая но все эти изменения должен вам сказать они в лучшую сторону и так что видим мы на мотике ну во первых видим кофры кофры на которых написано сейф moto но они замком закрываются отстегиваться кстати очень удобно я весь дагестан с ними катался но по факту это шат вот видите там даже есть такая надпись это шадовские кофры причем никто ну собственно производитель это не скрывает внутри лежала инструкция где написано было что это шат все и как бы вот но сев moto молодцы на самом деле они не стали ничего изобретать они взяли хорошие кофры у хорошего производителя установили их на свой мотоцикл смотрится прикольно и самое ну на мой взгляд классно что покупая этот мотоцикл человек который все-таки принял решение его купить он покупает мотоцикл скажем так для путешествий и фактически мотоцикл уже готов почему готов потому что на нем стоят кофры они вполне себе приемлемые самые удобные кофры конечно с верхней загрузкой да как на эндуро мотоциклах тяжелых ставится но боковая загрузка тоже неплохо и тоже имеет право на жизнь и вы купили мотоцикл у вас есть кофры уже все супер потом смотрите ветровое стекло я вот так сумбурно бегаю вокруг мотоцикла но тем не менее что было приходит и рассказы ветровое стекло довольно таки хорошая ветрозащита плюс ко всему сразу в стойке не надо ничего дорабатывать стекло регулируется здесь есть барашка раз барашка 2 прям даже на ходу и умудрялся и откручивать поднимать выше ниже я себе его все время как поднял верхнее положение так ездил потому что мой рост метр восемьдесят три и я вам скажу голову мне не трепало воздух отбивала хорошо в лицо ничего не летела но конечно это не та ветрозащита как у меня да где смотрю аж через практически стекло но повторюсь в воздух потоки воздуха от шлема все отводит это стекло замечательно даже при моем росте потом смотрите нюансы которые мне очень понравились вот такие вот штуковины это по сути ветровые дефлекторы дополнительные они шикарно просто шикарно защищают ваши бака вот здесь вот узкое место где фара воздух весь отсекается и ветрозащита на этом малыше я вам должен признаться очень и очень неплохая плюс ко всему мне понравились вот эти вот штучки ингарды такие небольшие на руле понятное дело от падения они точнее при падении они вас ни от чего не спасут они пластиковые мягкие легкие но но в дороге они неплохо неплохо несмотря на то что они довольно таки узенькие неплохо защищают ваши руки перчатки у меня даже были чистые никакие мухи в руки не прилетают и когда в один момент мы проходили перевал было плюс два градуса шел мокрый снег эти защиты я чувствовал что они работают и мои руки закрывают и так бак честно не помню насколько бак может быть здесь где-то написано нет не написано написано что нужно ли 95 бензин ну залазить сюда порядка я думаю 17 18 литров если не ошибаюсь общий объем топлива расход сразу по расходу давайте в начале мотоцикла был расход ашли чуть ли не 6 литров но я так думаю это связано с тем что была обкатка потом он уменьшился литров до 5 но производитель заявляет да и приборная панель пишет о том что расход 44 45 я думаю с этим мотором так и будет ну плюс ко всему конечно же кто как ездит тут от этого от стиля вождения тоже много чего зависит глушитель глушитель оформлен красиво но звука довольно таки от него смешной но как бы если вам не нужен никакой басистый звук вы можете доставить оставить оригинальный глушитель он мягко приятно работает прикольно но если же вам хочется чтобы он рычал я уверен какую-нибудь прикольную банку что поставите и этот 700 кубовый мотор будет звучать но чуть ли наверно не как литр да собственно амортизатор амортизатор сразу в маятник без прогрессии хорошо это или плохо ну наверное вам решать но мне подвеска мотоцикла понравилась несмотря на то что все-таки сторонник чтобы мотоцикл была прогрессия от этого мотоцикла я ждал жесткой ходовой это реально мягкий и клёвый мотоцикл у него классно работает и передняя вилка и задний амортизатор и гонять по дагестану по неровностям по всяким там по плохим дорогам мне было очень комфортно я ожидал что он будет более жестким но нет все было классно собственно вот эти дуги которые установлены не знаю хорошо это или плохо но вот лично мое мнение что если это тест драйвовский мотоцикл это вообще супер классно непонятно кто будет на нем ездить может мотоцикл приложит и он останется целый это наверное правильное решение независимо от того кто эти дуги установил то ли сев мото туле от армор уже его случае мотоцикл с ними сохранится я признаюсь вам всем откровенно и от его армор и сев мото и вам всем ни разу его не приложил но видать руки помнят когда-то у меня был и такой класс мотоциклов но с другой стороны если вы новичок вы покупаете себе вот такой мотоцикл ну вот эти дуги вам точно не помешают а наверное даже где-то вам и помогут когда вы будете учиться может где-то завалить его на парковочке или еще что случится он у вас ляжет на чемодан и на эту дугу и ногу вам скорее всего спасет да и сам не сильно пострадает так собственно дальше поехали сиденье у него сдвоенная но знаете как по поводу комфортности сиденья она не жесткая она нормальная но по мне чуть-чуть узковатая мне бы хотелось быть чуть пошире но наверное сип она была ширина бы здесь смотрелось нелепо про место для двоечки ничего не могу сказать никого здесь не катался дождевик катался все время дождевик все устраивал здесь вот так вот интересно сделаны ручки за которые можно держаться и они же выполняют роль некого багажника соответственно ну проблем никаких не было я сюда крепил груз сеткой все было нормально так ну и кстати вот про органы управления наверное нужно отдельно сказать давайте вам приборную панель включу чтобы на нее посмотрели потому что тут на самом деле есть что вам показать ну собственно включили дан приборочку мод сев moto запускается и вот такой вот вас встречает дисплей дисплей довольно таки информативный и несмотря на то что мне казалось что его в солнце там не будет видно и все остальное всегда всегда я мог сочетать с него информацию может быть это благодаря вот этому козыречку такому от солнца да но с другой стороны с боков он сильно не защищает в общем приборка я доволен а больше всего я доволен несмотря на то что такой малыш до китаец вроде бы вы скажете да но ребятки это современный мотоцикл и как ни крути и вот вам пожалуйста здесь есть джойстик вот на моем цикле допустим такого нету это джойстик нам дает возможность в общем enter назад вперед назад в общем смотрите нажали enter и вам пожалуйста полноценное меню вы тут можете лазить что-то делать значит что можно здесь давайте делать во первых информация на информация о вашем мотоцикле температура двигателя уровень зарядки или уровень аккумулятора информация по пробегу предупреждение или ошибки которые сервисный интервал и все остальное очень мне понравилась функция здесь есть телефон вы можете точнее здесь есть функция bluetooth а вы можете подключить телефон можете подключить гарнитуру и управлять своим телефоном управлять музыкой вот отсюда смотрите полностью с пульта но с одной стороны конечно вот я считаю что вот это вот насыщенное меню она немного может вас отвлекать от дороги вы начинаете смотреть начинает вам казаться что вот сюда надо смотреть они на дорогу и вот я не сторонник этого но с другой стороны клёво когда можно не в телефон смотреть до смотреть вот сюда на менюшку все это управлять пультом информативность меню мне понравилось есть такой вариант и есть еще другой пробеги а вот передачи конечно же здесь видно передачи давайте включу первую причем видите как первое вот вторая даже на заглушенном мотоцикле он вам показывает какая включена передача это мега удобно здесь у нас топливо здесь у нас температура двигателя здесь если что чека bs свет можно поморгать там дальним светом в общем все работает повторюсь панель очень информативная мне нравится даже смотрите есть указатель того что у вас выдвинута подножка ну прям молодцы вот прям молодцы ничего не могу сказать китайцы вы молодцы я не знаю откуда вы берете это по не знаю откуда берутся эти экраны но это все реально работает и мне нравится как это работает пульты эргономичные по сигнал случайно эргономичные понятные удобные поворотники дальний свет ближний моргать это понятно менюшка тут старт-стоп двигателя и аварийка мотоцикле есть аварийка работает она вот следующим образом спереди у вас интегрированные поворотники вот такие красивые они прямо интегрированы в пластик нравится мне лично нравится мой фарада посмотреть это вот габаритики такие и по центру ближний не зон дальний кстати ближний это у нас светодиодная линза вот а дальний давайте сейчас посмотрим дальний дальний у нас там просто лампочка какая-то установлена не знаю какая и она светит ну дальний ничего слишком естественно ближний хороший свет с четкой светотеневой границей мне нравился ну и поворотники сзади смотрим узкий модный хвост поворотники здесь вынесены как на любом обычном мотоцикле сети вот это вот конструктив вот этого хвоста в принципе на спину грязь никакая не летит но кофры вот здесь все сильно пачкаются и номер тоже пачкается но не знаю с наличием куча камер наверное это не так уж и плохо стоп стоп сигнал у нас вот такой красивый прозрачный весь понятное дело тоже на светодиодах но повторюсь мотоцикл современный также без светодиодов ну давайте еще по эргономике передние рычаги левые на сцепление сразу смотрите обратить внимание регулируемая регулируемая педаль можно под себя сделать как вам удобно с тормозом та же самая история тоже все стоит барашек барашек стоит которым можно все регулировать зеркала зеркала прикольные внешний вид у них классный сюда они под стать подходят и видно в них хорошо реально хорошо видно и реально очень мало на них передается вибрации по поводу кстати вибрации вот важный момент хотел вам о нем рассказать я катался на версту 650 и помню что в районе 4 5000 там был такой неприятный зуд по всему мотоциклу который уходил и в подножки и в руль так вот здесь никакой вибрации лишний вы понимаете да что мотоцикл в принципе всегда вещь на которой есть вибрация но здесь раздражающие вибрации никакой вообще нет ни на двух ни на четырех не на 7000 очень сбалансированный мотоцикл очень мягко работающий мотор мне прям он зашел мне прям очень нравится как он работает по поводу мотора да но повторюсь 700 кубиков это было 650 версию 50 стал 700 кубиков это рядная двоечка вот они два патрубка вот это понятно дело жидкостное охлаждение важный элемент ребят а bs это то что на мотоцикле установлен в с и это вот кстати в заводской комплектации всегда по умолчанию пожалуйста покупайте с абсом мотоцикл вообще не понимаю людей которые до сих пор покупают мотоциклы без абс наверное только если это хард эндуро какие-то все остальных случаях абс нужен сто процентов по поводу работы абс не готов сказать что за блок управления стоит здесь который отвечает за работу абс знаю что мозги стоят бошевские вот а вот блок абс работает в принципе в принципе адекватно передние тормоза когда нажимаю вообще нет никаких вопросов вот по заднему тормозу есть у меня небольшие вопросы лично мне человеку перепробовавшему кучу мотоциклов на абс задние тормоза не очень нравится объясню почему абс срабатывает но интервал чересчур большой соответственно когда без понимает задней что у вас заднее колесо заклинило он его слишком надолго отпускает но вот мое видение на долго отпускает и потом заново поджимает это происходит не так вот прям быстро а прям с ощутимым интервалом и соответственно мне кажется что тормозной путь увеличивается может быть я что-то не так понимаю но это вот прям какие-то новые ощущения от задных тормозов по ветрозащите сказал по эргономике сказал кстати да руль высокий здесь с проставками мне рост 183 вес 95 сидеть было на нем очень комфортно здесь у нас кстати расширительный бак и вот по поводу расширительного бака сейчас я вам кое-что расскажу я прям видел как оттуда выходил антифриз объясню почему поднимались мы на подъем и приборная панель мне пишет ах тонк внимание идет перегрев мотора соответственно двигатель у вас закипает что-то происходит мы перед этим ехали как раз по грунтовой дороге остановились мотор кипит в аварию в ошибку ходит понятно дело сразу заглушили начали разбираться в чем дело не срабатывает вентилятор пытались понять что происходит лезем в предохранительный ящик он здесь находится под сиденьем там коробочка с предохранителями лезем туда видим что сгорел 10 амперный предохранитель вентилятора ставим следующий такой же предохранитель в заводе мотоцикла 5 должен быть как сработать вентилятор он опять сгорает соответственно мы думаем все беда вот они китайские мотоциклы вот они на первые тысячи уже начали ломаться и все такое вечером соответственно мы доезжаем до финиша начинаем взрывать мотоцикл снимать пластик лезем к радиатору смотрим что же с вентилятором когда залазим туда понимаем что просто-напросто на вентилятор попала грязь его подклинило он не вращался из-за этого горел предохранитель соответственно вот здесь вот видите радиатор и прямо за ним вот я до него дотрагиваюсь я не знаю как вам это показать попробую попробую показать вот видите вот здесь вот у нас это у нас уже установлен сразу вентилятор и особенность такая что у него нету никакого кожуха и вот отсюда грязь прям летит сюда и на вентилятор летит вот ну владельцам таких мотоциклов посоветую на как-то все-таки со временем вот здесь закрыть это все либо удлинить крыло ну собственно с мотоциклом все хорошо помыли вентилятор все работает поставлен предохранитель проблем никаких нет но зато сняли поставили пластик посмотрели как китайц выглядит изнутри понятное дело без шуток и подколок не обошлось но по факту все целое ничего не сгорело ничего не сломалось это просто конструктив мотоцикла так второй день теста сев moto mt700 подходит к концу классный мотоцикл до сев мода парни отличный мотоцикл сев мода только почему-то кипит и вот этот конструктив мотоцикла ярко нам показал что все таки все таки этот мотоцикл несмотря на то что производитель его позиционирует как мотоцикл для туризма и в ролике прям показано как бравые пилоты mt700 несутся по какой-то пустыне не знаю если я найду эти кадры я вставлю его сюда покажу вам несмотря на то что его позиционирует как все дорожный мотоцикл ребят не строим иллюзий если у вас мотоцикл вот на таких вот дисках литых да вот на таких вот гладеньких колесиках ни о каком бездорожье речи идти не может и вот это был наглядный пример когда мы даже не грязь это даже была не грязь это была просто мокрая грунтовая дорога после дождя закидала вентилятор произошла такая ситуация что я имею ввиду когда говорю что ни о какой никаком бездорожье не можете речь конечно же на этом мотоцикле можно ездить по грунтовым дорогам можно есть аккуратно я ездил и все замечательно как видите мотоцикл целый все нормально но надо понимать что этот мотоцикл не предназначен для суровых использований во внедорожных условиях да он предназначен для дорог для хороших дорог для плохих дорог но для асфальтированных дорог или укатанных хороших хороших грунтовых дорог но опять же сухих не мокрых да понимаем покупая такой мотоцикл такого класса мы получаем дорожный мотоцикл для дорожных путешествий ну никак не все дорожных ездить можно на чем угодно где угодно хоть на голдлинге можно поехать на помир но мы прекрасно понимаем да что такое голдлинг и что такое на цикл турандура то же самое здесь и люди не строим дальше идем сцепление работает отлично переключалка все супер замечательно тормоза рассказал эргономику рассказал ребятки ну и по сути я не знаю я не знаю что еще сказать вот здесь вот такие маленькие приятные вещи смотрите это расширительный бачок тормозной жидкость переднего тормоза смотрите и молодцы китайцы смотрите ничего не стесняются их собственные бренды какой-то джеджорн очень красиво смотрится вам нравится мне прям нравится это реально знаете вот сейчас сейчас мы наверное будем осмотреть играть еще всякие мелочи покажу посмотрите на это же приятно но это же приятно на моем японском мотоцикле мне чтобы отрегулировать вилку нужно крутить отверткой здесь смотрите сразу завода барашечек установлен я вообще удивляюсь как вот здесь барашка надо было сюда поставить здесь все-таки придется покрутить отверткой целом объективно друзья мои офигенный вот прям реально офигенный я когда-то покупал себе suzuki gsr 600 это такого класса мотоцикл новый я был от него в восторге навязал 30 тысяч на нем и это тоже новый мотоцикл я проехал 2000 но я вам субъективно или объективно не знаю на объективно все-таки могу сказать свое субъективное мнение о том что это ребята хороший мотоцикл он реально хороший ни в коем случае не сравниваю его вот с полноценным таким же японским мотоциклом если поставить два рядом возможно конечно японец и выиграть но вы знаете какие сейчас ценники поэтому за вот эти деньги за вот эти деньги исходя из ценника сегодняшнего которые есть на рынке это очень хороший мотоцикл вроде постарался максимально ярко и эмоционально все про него рассказать что понял сам да что сам почувствовал напоминаю я никогда не рассказываю о том что не знаю вот сел 2000 проехал и могу вам об этом обо всем рассказывать и показывать объективно если для вас это первый мотоцикл или мотоцикл для города или для недалеких путешествий это отличный мод он вам зайдет он вам понравится и вы будете ездить скорее всего долго и счастливо скорее всего потому что про ресурс ничего не могу сказать все-таки 2000 это не 20000 километров до и за 2000 с ряд ли с каким-то чтобы стучиться мотоциклом нужно проехать 1020 тогда понять но объективно мотоцикл на самом деле хорош если вы берете такой для туринга единственное что я бы сюда добавил это наверно подогрев ручек и тогда это будет просто идеальный мод садись и куда хочешь езжать ребят у меня была прекрасная возможность потестировать новый мотоцикл от сев мото китайский интересный новый современный я надеюсь что таких возможностей будет больше потому что у меня в планах есть попробовать потестировать и другую китайскую технику я надеюсь меня это получится ну и конечно же если протестирую сам то обо всем об этом расскажу вам ребятки я побежал у меня новая экспедиция завтра уже старт по традиции в завершении видео желаю вам всем покупать мотоциклы хорошие качественные классные интересные новые современные обязательно путешествовать на них потому что друзья мои наверное это вообще ничто с этим не сравнится и уже 40 лет я живу на этом белом свете и пока что не знаю что может быть круче чем катить на новеньком своем мотоцикле по какой-нибудь красивой жописной дороге советую вам попробовать наверняка вам это понравится все ребят я с вами прощаюсь но и по традиции желаю вам путешествуйте и всем добра